доброго времени суток с вами texer мы продолжаем наше путешествие с мутантами и мы находимся в гнилом лабиринте так называемом тут был какой-то у нас слушать а у нас теперь пускай лисица у нас попасть впереди я четко утки привык у нас прикольная лисица еще пока непривычный товарищ скорее непривычная подруга здесь когда-то жил один клан прямо под землей думаю под должен будет рядом надо было поискать обычный ломочек больше не туда а больше ничего и нету помнил в чем я улице среди сможет вырубать роботов не по что он поможет а и лисица у нас громкая сейчас ладно победим а на самом деле у нас заканчивается так сказать период когда мы тихо снимали врагов а мне кажется мы теперь будем снимать исключительно громко силы просто взяла открыла блин как на лесу спереди посмотреть только вот тут вот да лиса прикольная крутить нельзя не крутить нельзя такая она ночь прикольная она кстати говорит с другим акцентом нежели остальные наши кабан там магнус у нее у нее отличается акцент то есть она по-другому чуть говорит поскольку у нас делали какие-то шведы норвежцы я уже не помню кто возможно с какой-то другой страны так это у нас это у нас зону 45 выход вообще знаете да вот так чтобы не ходить давайте а она откроется и не будет на ней написано какого на уровне так наверное плана пока не будем забуду что на 45 и пойду туда и ноги протяну так в него забили бейсбольную битву этот пын подозреваю да ладно это я уже понимаю что недобрые люди живут о кто-то бежал сразу с ворота прежде не совсем недавний что если они сидят внизу и ждут нас сидят так сидят наверху ничего нету наверху ничего нету на внутрь здравствуйте убежище 13 дверь дверка хлипковата смотрите а тогда вполне себя то есть точно убежишь противоядерное но пойдем я от не помню для какого уровня эта зона я в нее как вход открыл дать будем краса я в нее к вход открыл там сразу циверками пропала мы достаточно глубоко забрались не то чтобы я боялся но вот не бойся и может давно сидишь да ну тут как-то это какие-то мракобесы и мутанты сидят и сектанты смотрите они все на кольях явки жертвоприношения здесь процветают здесь была войне у них не было ни единого шанса так там по-моему справа что-то искрится но сначала суда ну смотрите fallout первые два фола да там и тактикс тоже не таска вот засунули да тут жуть творилось а вот так когда ходишь примерно так же выглядит стенки к выберешь спускаешься старые фолы так сохранить мы довольно далеко топали уже она так задумывается что мы прям аж когда думает а не думает от чего зависит не знаю почему он не сохраняется по f5 было бы удобно ты все химически факел он не особо надо блин кто бы здесь не жил и вот не противно в таком метре ну хотя если эти так разбит электроника берем процесс идет я уже могу кому-то апнуть первый уровень спрятаться в шкафу что первый уровень оружия хотим я первого уровня уже нету но с первого на второй ладно вон те самые упыри которые прибили общину они пугают меня так что шерсть дыбом мы должны показать им что добро побеждает зло ты со мной но не ты а вы наверно у нас двое тут все таки а где на упыри ты увидела ну ладно идем дальше малиновым светом горят палеты палеты не сгораем я хочу есть где там повар хочешь что поваром приготовил у него нет еды нет я хочу съесть повара съесть его не он слишком костля воняет гилью да 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 я пах только говно на вкус такой же весь обляпан не откроем сходить это повар кричит так понимаю а вот по звукам там робот где-то ходит ладно идем дальше 1 шаман 30 35 слушать мы 33 а я помп радоваться до приперся вот эти отсюда идёт сюда все мол не успеваем уйти походу ходу 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 ходит отлично так чё у нас охотник мясник мясника мы завалим легко если что шаман 24 чертова знает вот шел бы ты вот бота замучаешься валить о нет много ребята вас уходим 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 вас много 35 многовато для меня я 33 все таки причем да вот давай с ним ну есть там выход едет посмотрим так к боту я не пойду хотя кто нас может вырубить бота так леса у леса все разряжено мне все с ним хорошо вот как понять что у него сейчас черепугами то есть у нас все нормально да то есть он может брать под контроль отзынь утка может вырубать робота шансы у него есть по крайней мере давайте попробуем отряд а я сменю пожалуй что магнуса на утку снаряжением блин плохо что прибирать все это леса у нас счет с этим работает у нее есть шанс после попадания нет предметов хорошо а лесу мы часто то блин вот этот перестановки лесу на магнус опять же ничего нет магнус сдай пушку вот этот дерганя тут основной черт тебя вот те основной все доволен так леса туда сюда туда сюда так бесшумка 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 отлично у нас два выключателя роботов поэтому сохраняемся идем они тоже я надеялась размотать это подземелье но вдруг вдруг атака нас не заметили прекрасно никого нет там никого нет кроме робота хорошо что мы делаем мы вбегаем совершенно бессовестным образом привет робот это я и и два хода отлично так леса также входим и пинаем его я не уверен что мне ходов хочет конечно ну давайте верить что хватит 18 собанев падает скамон попадается ты смотри что у нас там еще кто то есть там мародер 35 мы хотел тоже можем выпилить давайте продолжаем вот долбить урон 3 фигня мало мало но шуметь нельзя крит у тебя есть тоже неплохо но все он уже искрится напоследок последний ход я герой а ты ноль как она сказала нормально детали оружия разбита электроника так в кучку муэд 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 Так, там мутант. Эй, кабани. О, там что-то еще в углу лежит. Разбитый литровенько, берем. Я ничего не забыл? Ничего. А продолжаем наш путь. Мародер. Мародера мы сейчас. Легко. Так. Так, эти товарищи все далеко. Не говорите мне, что они близко. Щелк. Дакс. Без шумочка. Так, и лиса. А вот с лисой у нас немножко проблемы. Ах, ее стол тоже. Ну, лиса у нас меткая девушка. Огонь. Минус, мародер. Так, пойдем посмотрим, что он тут хранял. Ну, как минимум, у него что-то с собой было. Деталь оружия. А, лом, хорошо. Смотрите, это не упырь. Это, наверное, единственный выживший. Где? Черт возьми. Я не вижу. А, вон, он сидит. Так, поджигатель. Шаман. А кто там ходит такой? Что там за стенках тут ходит? Или, а, он поверх уходит, елки. Слушайте, я даже не знаю, как тут лучше. Давайте обойдем еще с другой стороны. Можно контроллера взять, конечно. А, и законтролить, допустим, охотника. Ну, охотник самый мерзкий из них. И всем дружно пинать, допустим, шамана. Так, из громкого оружия, разумеется. А, я думаю, да. Я думаю, это хорошая идея. Утка. И мы будем шуметь. Коля, она тоже неплохо, ну ладно. Поменяли. Ты. Ну, не хайбом палка, чё нам. Чё бы и нет. Так, ты что-то хорошее можешь? Ты можешь бежать потом. Ух. Дайте вот тут поставим. Так, а у тебя... Несколько целей за один ход тоже неплохо. Робот нам вырубать не надо. Кабан. Кого-нибудь сожрать, но нам это не надо. Вот, вырубить нам надо. Ну, в смысле, может пригодиться. Так, отлично. Тут у нас будет Магнус. Мы их делим. Спрятался. Молодец, я уже думал, сейчас это... Кирдыком он будет. Блин, там мясник ещё ходит. Так. Пойдём мясника сними. У меня ещё одна морда тут не нужна. Я ещё так подумал. Это оно бы его нафиг. Давайте сюда ещё заглянем. Чё тут у нас хорошего. Туда. Обломки техники. А, вот мясник. Давайте мы его прям это... Ай, я же... У меня же не три бешонки-то. Так, секунду. Отряд, отряд, отряд. Утка. Утка. Ну, вот так вот. Вообще, в нагло будем. Привет. Собственно. Я говорил, что без шумка, в общем, не нужна тут. Она, конечно, нужна. Просто не в таких количествах, как было. А, её может было сюда не гнать. Она меткая у нас. Ну, ладно. Да не машь этот топором. Хана тебе. Враг нас услышал. Мы влипли. Вляпли. А главное, утка... Ой, утка. Она же промахнулась у нас. Лисица-то. Я тормознул немножко. Четыре. А кто нас услышал? Кто к нам бежит? Оу, не-не-не-не. А, попробуем, чё-то с вами. Дакс, бедолага. Охотник бежит. Сейчас все сбегутся. Ну, я не знаю. Мне, наверное, пинков дадут. Ну, нет. Прям четверо. Ковервочет. Ковервочет оттуда. И ещё троих позвал. Не, всё. Это безнадёжно. Вот столько я не выпилю. Так, ты последняя. Сохраняшка. А когда я сохранялся в последний раз? Блин. Неужели того, кто уместник капитал? Сейчас, может, даже дорога, да? А, не, нормально. После. Регруп. Ящик стоит, но я его не подниму, потому что ящик у нас далековато. Так, там сидит последний выжёбший, как она нам сказала, лиса. Но нам сейчас на данный момент не очень интересно. Так, вы все с бесшумками. И мы идём того мясника снимать. Ну, да. Лоханулся. Хотя, смотрите, у лисы бесшумка стоит. Чего он... А жахмала она из ружья, почему-то. Я магнусу передавал. Магнусу вроде бесшумка тоже была не нужна. В общем, что-то я где-то в чём-то. Ладно. Сейчас мы этого товарища шатанём. Так, тут инструменты. 41. Уже можно кому-то на третий уровень поднакопить. Вон он ходит, мы его сейчас дёрнем. А вообще, смотрите, тут уже... Она небольшая база-то, смотрите. Вот тут центральная комната и всё. То есть мы её, считаете, и зачистили. Ну, давай, мясник, иди сюда. Да, мы тебя заждались уже. Можно, конечно, попрятаться по углу, но нафига. Вот тут мы его подождём. Тесной толпой. Давай, иди сюда. Ходит там. Так, их четверо мы чуем, да? Да. Вот он идёт. Непосредственно перед самым я не сохранился, но... Нас всё устраивает. Так. Смотрим. Ну, у неё 100% вообще. Вот оно. Вот оно. Ну, всё равно сотка. Лови. Я, говорит, превосходное оружие, по-моему, да? Лови. Утка. Потом без шума ставить надо основное оружие, чтобы не путаться, когда я запутался. Отлично. Левел ап. Смотрим. Утка, как у нас с мутациями. Три очка доступно. Я не знаю. Вот это я, наверное, хочу. Подобно лысым убийцам древности. Вы можете наносить большой урон, если цель вас не видит. Привет хитману. Дальность перемещения. Ну, вот это тоже надо всё качать. Ну, вот это я не хочу. Я хочу вот это. Кабани. Пять очков доступно. Ну, вот. Нужно пассивочку. У него пассивки нет вообще. Я вот это хочу у него. Так. Левел ап. Левел ап. Кучку. И пойдём посмотрим, что тут. Блин, я не вижу, что тут вообще происходит. Я знал, что там лом лежит. В таких местах всегда что-то лежит. Так. И пойдём смотреть. Какой-то тотем чёртов. Ау. Можно туда пройти. Там что-то есть. Да ничего там нет. Грузовик там есть. Словное оружие. Охотник. 35 уровень. 24. Мы столько дамага не наносим, к сожалению. А так бы да. Я не знаю. Кабан свой таран закончил перезаряжать. Ну, надо идти обратно. Потому что тут у нас будет охотник с галереи стрелять. Если мы отсюда нападём. Поэтому мы долбанём из той двери. Ну, куда я вот сначала ходил. На мой взгляд, очень там неплохо. Вообще, вообще, конечно, лесу бы, может быть, сверху поставить. Слева. Или вот отсюда высунуться. Ну, тут охотник стрелять будет. Я боюсь, что он по мне будет попадать прям очень хорошо. Так. Знаете что? Мы их расформируем сейчас. Так. Вот леса. Леса. Будет. Ээээ. Леса. Кабана-то. Леса. Иди сюда, леса. Несёт меня леса. За тёмные леса. Так. А вот эти орлы пойдут туда. Утка. Ты не утка. Ты Магнус. Да. Магнус у нас будет со вторым оружием. С бум-палкой. Ему сегодня не надо. Он сегодня берёт под контроль. Так. Кабаней. Кабаней будет тут. Магнус тут с фонарём ходишь. Ты вообще не палишься, да? Магнус будет брать под контроль охотника. Так. Леса. Ну, она их не видит же. Ладно. Будем верить, что лиса отсюда сможет. Блин, она того охотника. Всё. Вот так мы будем начинать. Сохранить. Давайте сохраним ещё в одну какую-нибудь. Мало ли что, чтобы её не запортить. Вообще, сохраняться в одну ячейку – это плохо. Так, а они что, все тут нас увидят? Давай, Магнус. Из укрытия, как это называется. Так. Активировать. Под контроль охотника. Ну, шамана поджигательный, но он не стреляет. Охотник. 70%, кстати. Он может спортироваться. Под контролем. Отлично. Кто у нас следующий? Магнус, а ты же? Так. Ну, мне шаман больше всех не нравится. Поэтому, жахаем. Всё. Охотник – злейший враг. Так. Шаман. Ну, дуплетом глупо. Лови. Вот так вот. Бум палка рулит. Фэрроу. Вот. Шаман лежать. На 10, ни фига себе. Лиса. Форева. Ну, ты посмотри, какая зараза, а. Угадал. Ну, они стреляют в этого охотника. Всё правильно. Так. Лиса у нас тут свирепствует. Поджигатель. Давай, валь его. На 8, хорошо. Так. Ну, Магнус вообще тут. Не при делах. Но ему придётся отбегать, мне кажется. Нет, ему можно ещё выбегать. Но мне это не нравится. Давай-то, отбегай. Вот сюда. Магнуса увидели. Кто его увидел, чёрт его знает. Лови поджигатель. Мимо, ну, да, бывает. А, кабанчик. Стоп, это кого я увёл? А кто с рамбина? А, всё, это охотник. Ну, кто такой? Не, плохо на десяточку-то. Так, кабан. Я не могу посмотреть, чё у кабана. Какая у него броня, мне вот интересно. Он вообще, как огню подвержен, не подвержен. Я чё-то вот подзабыл. Слишком далеко. Лови. Прекрасно. Так, этому один флот осталось. Угу. Так, а хоть, чё, уже не мой, что ли? Ну, уже красненький. Хорошо. Огонь. Беспощадный огонь. Нет, товарищ Магнус. Так. Давали его. Телекинезом остановил пуль. Круто. Первый раз вижу, чтобы эта штука сработала. Лови. Оу, жалко. Не очень хорошо. Так. Магнусу надо прятаться. И лечиться. А чё мы не можем исполнить оптичку? А, можем. Так, ты у нас. У тебя с дальнейшей беда. Слишком далеко. Нет. Так, наблюдай. Вот у него с дальнейшей беда. Ты обломись. Из автоматов снайпера попасть. Так. Перезрядим. Тут немножко у нас... Серьезно. Неожиданно. Так. Лиса. Ты лиса. Ты у нас тут побеждать будешь. 8. У него 6 осталось, да? Ну чё, давать его атаку может. Магнус. Чё там у нас? 25 крит, 20. Слушайте, мне это не нравится. Но он попадёт. Я удивлён, что он... Ну, не выцеливает его. Отсюда-то. И у меня тут укрытия нет ни одного. Ну, не сильно. Да, я овервотч, наверное. Блин. Он попал в неё всё-таки. Ты ж зараза. 25, но 25 мало. Так, лиса, ты не хочешь кем-нибудь пообедать? Ты не хочешь кем-нибудь пообедать? Блин, вот это вот не очень. Лови. О, как всё плохо. Так, у тебя... Стой, беги, нету. Чё там у нас? У нас какие-то слабые проценты тут, да? 25. Чёрт, ну пойдём попробуем. Что я могу сказать? Лови. 25 мало, конечно. Есть. Ты сделал это, малыш. Я, конечно, сделал это. Но мне не нравится, как мы тут по урону попали. Начало было очень хорошее. Потом началась фигня. Просто вот эти ребята не добивают. Им надо дальность. Дымовая граната. Надо ящичка. О, ещё одна. Нельзя земли критических попаданий. Это хорошо. Мы-ка на кого-нибудь оденем. Но мы уже такой находили. Тут на самом деле не очень понятно, что лучше. А иногда лучше такое, иногда лучше другое. Это как. Так, ладно, сходим наверх. Я знаю, что там сидит товарищ. Которого мы освободим, наверное. Последние выжившие в этом бункере. Ну, или как-то так. Так. Но-но-но-но-но. Сначала тут что-то. Тут же есть чего-то наверняка, да? Нету? Чё, всё? Смотри, с ружьём лежит. Вкрес. Чё у него ружьё не забрали? Тоже странное. А я-то не могу открыть. Да, там земля. Надо сюда не пройти. Окей. Зажигаем фонарик и ходим уже не боясь. Всё, собственно, бункер. А, выход в зону наверху. Зелёная сверху светится. Что-то такое. Бункер зачищен, господа. Он был маленький. Такой мини-бункер. Мини-фон. Так, обследовать. А, мои спасители. Спасители. Грязные маленькие спасители. Хотел бы я вымыть руки и пожать ваши руки, лапы или что-то у вас вместо них. Я не расист, нет? Прошу, скажите, как вас зовут? Я не расист. Я не... Пожалуйста, скажи мне твои имена. Ты должен отдыхаться. Из всего поселения выжил только ты. Твой разум, наверное, слегка помутился и... Мы пытаемся понять, не зашёл ли ты с ума, потому что глаза у тебя сумасшедшие. Это говорит человеку, который на главе котелока одет с батарейками. Нет, не тронулся. Я Эбба, повар Эбба. Я готовлю и прибираю для красивых-красивых людей. Они были красивыми десятилетиями, мы прятались от зоны. Мы были в безопасности, пока внутрь не пробрались упыри. Сначала вы слышите крики, затем выключается свет. И с нами слышно, как кто-то шаркает и жуёт. Поймите, я не воин, я просто повар, понимаете? Эбба, маленький грязный трус. Мы думали, что Ковчег последнее поселение. Мы не подозревали о вашем существовании. Ну, вам надо почаще выбираться из Ковчега, дышать свежим воздухом. Надо тебя отсюда вывезти. Так, минутку, Ковчег, вот дела. Вам эти новости не понравятся. Точно не понравятся. Они всё время говорили, что собираются уничтожить Ковчег каким-то оружием, которое несли своим хозяевам. Ну, всякие там религиозные задвиги. Они хотят взорвать Ковчег и уничтожить всех, кто внутри. Слушайте, у тех упрея логово на севере. Главное у них зовут Серая. Они там плодятся, как крысы зоны. Пожалуйста, сделайте с ним что-нибудь, пока ещё не слишком поздно. А вообще, представляете, как реакцию человека к нему пришли? Мужик с дуршлагом на голове каким-то. Лиса в цилиндре. И кабан в полицейской форме. Ну, в принципе, он так нормально себя приятно чувствует, когда к нему такое пришло. Можно ли его после этого считать нормальным? 59, блин, а? Вот это же зараза. Единички не хватает. А, ладно, ну что ж, мы тут зачистили. Зона наша. Убежище. Номер. Хм, 115. По номеру записки, который там лежал. Так. Я так понимаю, всё тут больше никаких комнат нету, да? Там мы прошли. Тут мы тоже всё. А тут и не было ничего. Да. Тут не было ничего. Всё. Зачищено. Ну да, на радаре никого нету. Вот тут синий товарищ есть. Я не знаю, что с ним делать. Но мы с ним пообщались. Всё, он вроде не юзабельный больше. Выходим. Так, что-то лаганула игра. Он, видимо, останется тут жить. А мы пойдём дальше. Сейчас решим, куда нам пойти. А насчёт на базу я сильно сомневаюсь. Потому что у меня не хватает единички, чтобы апнуть кому-то оружие. Кому-то. 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 Может, тут где-нибудь оружие валяется. Ни хрена, да. Хотя у меня есть идея. Пойдёмте в следующую зону. И так что-нибудь сопрём. Я понимаю, уровень 45 всё такое. Смотрите, тут мы зачистили. Металлические поля. Это гнездовья роботов. Их надо разматывать, конечно. Но это гнездовья роботов. Сюда и сюда можно расходиться. Но это где мы лесу встретили, кстати. А тут 45. Но мы можем пройти и что-нибудь по краю спереть. Так. 38 минут. В принципе, надо закругляться. Ну, давайте. На том мы тормознёмся. Как знать. Может, кто-то прячется в тенях. О, как. То есть, противники могут не все быть на виду, что ли. Они тоже прячутся. Ну, ладно. Ну, тут у нас автосейф. Давайте пойдём. Зона загрузилась. Да, я правильно. Логово рогатого дьявола. Обалдеть. Обследовать. Я видел такие штуки. Они всегда разбиты, словно упали с большой высоты. У них можно найти много ценного лома. Я бы нашёл много ценного оружия. Обычный лом. Нет. Развит электроника. Нет. Блин, мне нужно оружие. Ох ты ж. Смотрите, что-то летит над нами. Наверх посмотреть никак. Ну, ладно. Крайдёмся. Я так думаю, тут 45 минут вообще ловить нечего. Просто вот совсем. Блин, ещё и туда можно идти, и сюда можно идти. Так, что ли? Это записка, что ли, лежит? Записка, да? Нет, электроника. Блин, ну мне единичку оружия найти, и всё. И я в страхе убегу. Так, тут мост какой-то. А что, на мосту? Ну, мне просто интересно. 45 же уровень. Тут я вам должен пахнуть керосином. Пока не пахнет. Ой, какой лес-то мрач. Лучше мне там было, наверное, слева пойти. Насколько по дорожке иду. Беспалюно. О, там что-то светится. Сейчас я что-то увижу. Стояночка. Обследуй. Давайте обследуем. Пока всё тихо. Лагерь Лось называется. Эбба говорит, что уничтожившие его поселение Упыри шли отсюда. Судя по картинке, Рогатый Дьявол не слишком нефти приимен. Так, это Лось у них Рогатый Дьявол. У гроба я видал этого оленя. Упыри пришли дороги не тем сталкерам. Мы не позволим им уничтожить ещё одно селение. Всё закончится здесь и сейчас. Забавно, у них лосей, похоже, не осталось, а раз они Лося так обзывают Рогатым Дьяволом. Ничего так. Так, там что-то лежит, но я думаю, там охраняют. Не может так быть, что он лежал и не охраняли. Обследовать труп лежит. Я видел такие машины раньше, но все они плохо сохранились. Это, наверное, недавно упало и звезду видно. Мимер. У нас пистолет есть, Мимер. Обычный лом. Мёртвый пыль. Интересно, кто его так? Ну, блин, они летают. Значок радиации. Ядерный видитель какой-то у него. Обычный лом. Блин, мне нужно оружие. Одна единица оружия, и я уйду, а? Что, они охраняют? Так, взять записку. Выходные экстрим выживания. Лагерь Лось приготовил для вас выходные экстремального выживания. Лагерем заправляет звезда телевидения. Хорошо знакомый вам Баргриль. Бергриллс. Вы научитесь есть гниющих животных в сыром виде. И познайте незабываемое прикосновение пиявок к вымазанной собственными фекалиями кожи. Блин. Вы будете жечь все, до чего дотянуться в ваши окоченевшие руки. Регистрируйтесь прямо сейчас. Число мест ограничено. Всего в 30 минутах от Геттезборга. Геттезборга, вернее. Бергриллс. Ну ладно. Ну, в играх любят отсылки. Так, тут ни хрена нет. Вот интересно, вот тут труп сверху на кале. Это вот эта вот штука, когда вырастала, процнула? Что тут происходило? Ладно, идем туда. Так, давайте сохранимся. Мне что-то тут подозрительно. Мне кажется, я сейчас что-нибудь стрей, что-то чего не успею убежать. Указатель туда. Это ошибка. Нам лучше отступить. Давайте мы посмотрим на них сначала. Танк 45-го уровня. Я понял, нам лучше отступить. Все хорошо, отступаем. Ну, сразу бы сказал, что танк увидел 45-го. Мы бы сразу отступили. У меня 35-й всего на все. Конечно, мне не по зубам такое. Но. Но, но, но. Где-то здесь может быть оружие. Но ведь может. А он там сейчас слева светится. Мародер 35-й. Спасибо. А мародер, кстати, могу ушатать. Ну, просто он позовет ко мне того, да? Да я ж могу. Но не буду. Так. Ты видишь что-нибудь? Ничего. Никто не идет. Никто не смеет приходить сюда и нас задирать. Да, мы сильные. У нас металлический гигант. Слушай, ты сильная. Ты хочешь на меня напасть? О-о-о. Опрометчива. Опа. Главное, не жахнуть ни с того оружия. Хорошо, что я сохранился. Просто у меня вот этот тип, он без шумки. У меня девять. Как я без шумки-то? Ну, мне стрелять сейчас нельзя из чего-то стрельного, да? Лоханулся. Не, ну я могу, но... Меня все услышат. Услышали. Че, один? Одного я могу. А, все. Все, все, все. Обдудись. Блин, Магнус. Ел. Я бы Магнуса не стал убирать. Ему нужно обновить свой скилл. А хотя не только ему. Утке тоже надо. Нам же роботов типулять. Так что давайте утку. Там стоит этот, который пойдет сюда. А здесь лежит то, что мы хотим унести. Мародер. Гули, гули, гули. Ну расскажи... Никого, никого, никого. Никого. Блин, тут два ящика. Я хочу это все. Есть, вот металлический гигант есть. Но я не знаю, что я прячусь на самом деле. Так, алиса, алисе, пофигу. Давай, давай, иди сюда. Хопачки, ты попался. Так. Интересно, а если я со снайперика посажу его далеко? Я так далеко не посажу, чтобы я не было слышно, наверное. 75. Ха, да мы подойдем. Привет тебе. Да, это я. Лису в цилиндре видел. Ты не знаешь, кто ты сходишь. Готово! Так. Ну, утка. Все понятно. Арбалет. Ха-ха, да. Да. Вот чисто для удобства стоило бы им купить всем бесшумку. Ну, типа у тебя два арбалета, но он стоит там что-то дофига. 160 что ли. Осыпься. Прекрасно. Левел ап. И давайте смотреть. Что тут у нас? Рэмбина. Такое уже есть, неинтересно. Детали оружия. Все, 61. Записку. Инструкция к Мемир Z600. Раздел 3-6. Система радиолокационного определенности в чужой. Улучшенные алгоритмы распознавания свой-чужой исключают огонь Мемир по своим. Теперь Z600 можно определять союзников, загружая биометрические данные. Точность высокоскоростной лазерной системы распознавания составляет 99,9%. Настройка. Внимание. Для настройки распознавания союзников установите правильным образом отформатированный привод. А. Система распознавания свой-чужой в разъем привода B до начала загрузки. При обратной последовательности приводов Z600 будет атаковать всех. В этом случае не выполняйте загрузку. У меня есть шанс испортить этого чертового робота. Хорошая идея. Так. Ну что я вам могу сказать. С оружием у нас все хорошо. А. К этим козябрами... Там кто? Сейчас, секундочку, посмотрим просто аккуратно. А. Там шаман. Там шаман и охотник чуть дальше. Окей. Не охотник. Танк, танк. Какой охотник нафиг. Все, мы тогда сейчас возвращаемся тут вот. И выходим. Сколько там? О, 59 минут. Ой, 49 минут. Что-то мы это, надо, пересидели немножко. Длинновато как все. Ну. А, ну да. И тут подарки. Естественно. Лом. Оружие. Электроника. Аптечки, шикарно. Вот это вообще, да. Это подарок. 5 аптечек, это... Да, леса и кабаны жрут врагов, но... Что-то у них в бою времени, честно скажем, нету для этого. Вот могли бы они это вне боя проделывать, но увы, увы. Так, сейчас дойдут до знакомых мест, чтобы увидеть, что тут... А кто-то там один и фиолетовый при этом. Значит, фиолетовый мне мерещится, конечно. Опа, шаман. И опять что-то сюда пришел. Да, я сюда пришел. Да блин, это один и тот же шаман, мне так кажется. Я в нем спотыкаюсь раз за разом. Так, воду мы тут не пересечем. Нужен мост. Ну все, более-менее мы тут разбрались. Ну, 45 уровень мне еще великовато, нет ли меня. Следующий, значит, заход у нас будет на металлические поля. Так, фонарики. Ну, тут, по-моему, тупик. И на металлических полях мы выдадим люлей роботам. Ну, подарки-то есть. Но, к сожалению, карты зоны тут нет. Поэтому понять, куда бежать. Ну, я вообще мог никуда не ходить. Да, все тут было. Мое одно оружие тут было. Смотрите, все места один, да? Мне кажется, у кого-то будет третий уровень оружия. Все. На этом мы серию заканчиваем. Всего хорошего. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok